Торжественный момент. Право открыть памятник сотрудникам и военнослужащим Росгвардии, погибшим при исполнении служебного долга, предоставили ветерану СОБРа Олегу Лазуткину. В специальный отряд быстрого реагирования он пришел в 1993 году, когда только начиналось его формирование. За плечами командировки в Северный Кавказ орден мужества получил за командировку в Чечню. Там был командиром сводного отряда, участвовал в первом штурме Грозного. Никак по-другому мы не увековечиваем, наверное, эту память, которая должна сохраниться и в молодежи и так далее. Чтобы люди знали о том, что да, в сложные годы для России, которые были в 90-е особенно, нашлись те люди, и есть они в России, которые всегда своей жизнью, своим здоровьем защитят. Защитят своих близких, защитят свое государство. В России только в этом году установлено 9 памятников, бюстов, мемориальных комплексов, открыты аллеи славы. Именами военнослужащих и сотрудников Росгвардии названы две улицы, две школы. Создано 5 музейных экспозиций. На открытие в Рязани пришли родственники погибших. Сын Натальи уехал в командировку в Чечню в 2000 году и не вернулся. Поехал в командировку и началась минная война. Их машина с их сменой наехала. Управляемый фугас Рябов, Селиванов и Ионов сразу полегли, а остальных ребят, их было 10 человек, в госпиталь. Памятник представляет собой композицию с 11-метровой стелы. В верхней части силуэты бронзовых журавлей, символизирующие светлую память о погибших. На гранитном постаменте три бронзовые фигуры воинов разных эпох. Одна из них изображает героя России, Рязанца Дмитрия Серкова с девочкой на руках. Это символ защищенного будущего поколения России. Это памятник всем, кто ценой собственной жизни оставил закон и порядок в стране. Кто с честью исполнил свой долг, сложив голову за мир и спокойствие в российские города. Исходный список героев, не вернувшихся с задания, навечно занесены имена 11 наших боевых товарищей, уроженцев Рязанской земли. О том, что памятник может стать местом притяжения для гвардейцев и тех, кто принимает участие в патриотическом воспитании, говорил полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. Очень приятно, что на этом памятнике отображена преемственность поколений. И, наверное, не случайно, что открытие памятника проходит в тот день, когда православная церковь вспоминает одного из своих самых выдающихся святых, Дмитрия Солунского, наряду с Георгием Поведоносцем. Это один из символов доблести, мужества. Памятник не только символ мужества и отваги российских военнослужащих, отметил губернатор Николай Любимов. Его установка – общий вклад в патриотическое воспитание будущего поколения. Многочисленные примеры стойкости, героизма и отваги наших военнослужащих – яркое свидетельство верности лучшим традициям России. Эти традиции очень сильны и на Рязанской земле. 38 орденов мужества заслужили наши рязанцы. К сожалению, 10 из них посмертно. Символично, что памятник открыли именно 8 ноября. С 2011 года в России именно в этот день вспоминают сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей. Дина Ислеева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».